В прошлых сюжетах мы уже рассказывали об участниках дистанционных конкурсов из Александровска. Долгожданные призы от координаторов проектов получены. Предлагаем заглянуть в гости к людям, которые даже на самоизоляции продолжают вести активный образ жизни. В семье Сафановских действует одно большое правило – во всем поддерживать друг друга. Поэтому в период самоизоляции участие в дистанционном конкурсе «Сидим дома» снежногорцы принимали вместе. Получается наше совместное времяпровождение, то есть любое чаепитие, прогулка, путешествие, мы все это превращаем в традицию. Стараемся постоянно повторять, чтобы собраться вместе. Для нас это как повод. Сейчас, конечно, сидя дома, не соберешься вместе, но мы стараемся почаще какие-то вещи, те же конкурсы, везде участвовать для того, чтобы делиться своим опытом и у кого-то еще посмотреть, что делают другие семьи. Душевные подарки от координаторов проекта получили и другие финалисты. В Полярном – это семьи Бояркиных и Егоровых, в Снежногорске, Поповы, Сафановские и Ушаковы. Юлия Ушакова – сотрудница комплексного центра социального обслуживания. Поэтому считает, что хорошим примером семейных традиций можно заразить своих подопечных. Самые главные семейные ценности, которые бы хотелось выделить в нашей жизни – это уважение и любовь друг к другу. Потому что без этого мы бы не смогли в такой период времени, особенно после переезда на север, когда здесь было очень тяжело, просуществовать, прожить, пережить трудные моменты. В браке Ушакова уже больше 10 лет. Признаются, пришлось пережить немало испытаний – переезд из Кировской области, поиски новой работы. Но благодаря трудностям семья лишь укрепилась. Сейчас многое супруги делают вместе. Например, занимаются волонтерством. Сама Юлия, уже работая в социальной сфере, получила второе образование, стала редактором газеты центра и выиграла гранты для новых социальных проектов. Все, из чего сейчас я состою и все, что есть сейчас во мне – это все благодаря нашему центру. Если бы не центру, не стала бы я ни членом Совета по молодежной политике, ни волонтером, ни молодым активным членом общества. Благодаря таким специалистам учреждение растет, развивается, и впереди его ждут только положительные перспективы в рамках результативности, новых побед, новых грантов. 8 июня социальные работники отметят свой профессиональный праздник. Но об этом мы расскажем в следующих сюжетах.